покупки с реми я просто очень замерзла домой очень холодно отопление вот такое классное обогреватель не сильно помогают ну помогает немного в комнате где обогреватель а я на кухне владимир принес домой энное количество масок еще он принес такую игрушку на обратной стороне написано место где он работает я не буду переворачивать перевернуть кому-то очень сильно интересно заходите в instagram я там сфоткаю нормально полностью хотя он уже мелькало это место работы в любом случае написано здесь всякие шарики дорогие друзья новый год это праздник наполненный теплым домашним уютом ожиданием чуда и волшебства это время когда можно подвести очередные итоги определиться с планами на будущее от всей души желаем чтобы новый год приумножил все то доброе и светлое что у вас есть чтобы он принес благополучие успех подарил новые блестящие идеи и возможности воплотить их жизнь пусть ваших семьях целит мир и взаимопонимание пусть любят с любовь близких людей горячим пламенем согревают каждую минуту здоровья и счастья вам там в новом году ты тут этот этот от кого написано с новым годом и все такое прочее такой вот был конвертик милый давайте смотреть сами покупки ну и там как бы были сертификаты на из конфетки уже давали от работы как везде от профсоюза вот у меня так на работе было вот конфетки уже давали от профсоюза в том году владимира было в плане конфет больше набор там было больше интересных клёвых конфет в этом году кто тебя короче там это миру подруга просто звонит он он общается с кошка пришел посоветоваться что ему дядя говорю пообщайся подруга бабушки перезвонишь потому что у нас другой часовой пояс у нас уже холодно на улице достаточно вот и люблю что у меня здесь на коже такое странно кожа что ли облазит так не знаю в общем потому что у нас уже восемь вечера практически и блин и короче когда он потом с подружкой поговорить а у бабушки сейчас на 7 часов меньше и конечно он еще успеет с ней пообщаться и он кажется здесь не общаться с код кстати сидит рядом здесь вот мы кстати когда были в кино там была какая-то женщина многодетная видимо и она так кричала на детей вот некоторых она прям вот так вот холила лиле лысь и сюсь калам и сюсь калада проявляла прям такую вот ласку а некоторых детей причем девочку она так угругалась на нее это было так омерзительно это грубо отвечала своим детям я не знаю может не рожать тогда столько детей если ты не можешь с ними соседи орут короче блин но это не мое дело наверное но если тебе так не нравится сидеть с детьми блин женщина когда рожает ребенка должна быть готова что это будет отнимать у нее какую-то часть ее да что такое короче кошмар но теперь уже оба родителя подключились это из-за уроков крики что-то про учителя кстати учителя не всегда бывают хорошими они не всегда бывают правы они иногда бывают очень мерзкими учителя типа не всегда ребенок не прав ну короче блин мне так голова болит короче мне кажется если не ну дети отнимают какое-то количество ну там твоей жизни и твоего времени твоего потенциала и так далее и блин и к этому нужно быть готовым что тебе нужно будет сидеть с ребенком и вообще как бы когда ребенок рождается он же типа полная в какой-то степени это копия матери все-таки это из нее вы вышел этот ребенок но типа на кого он должен быть похож ну так вот реально всегда ребенок это подобие матери абсолютно всегда если мать неспокойная истеричная то дети такие же вообще короче ладно что ты у меня реально мигрень жуткая это не туда куда-то ухожу общем не было еще жалко детей на которых сегодня очень сильно кричала женщина в кинотеатре и чала на вот вообще не за что абсолютно вот зафигни всякую сейчас тоже крики какие-то типа что по поводу учителя я же говорю учителя не всегда вообще бывают даже правый и не всегда они ставят объективную оценку и бывают они очень мерзкими учителя бывают и хорошие учителя и реально вот классные прям бывают очень очень не очень хорошее учителя так капуста квашина вот такой вот мискафе голд такой такой вот такой прям блестяще блестяще такой приятно как новогодний прям такой дорого-богато так господи упаковка такая баночка. У нас в этих баночках уже малородные. Так, значит, вот что здесь еще? Шпроты из балтийской кильки в масле. Шпроты здесь. Вот. Красиво, красиво. Я люблю шпроты. Если вот честно, я люблю шпроты. Владимир купил хитс вот такие вот фиолетовые, сиреневые точнее. И меня жутко раздражает, когда их называют фиолетовыми, потому что я просто привыкла фиолетовый, я покупаю. Просто purple это сиреневые стики, да? А violet это фиолетовый. И меня жутко раздражает, когда кто-то путает это. Вот. Картошечка. Хочу жареные картошечки. Я хочу жареные картошечки и шпротов. Короче, вот такой вот соевый соус вот такой вот. С грибами. Я не люблю с грибами. С шампиньонами. У меня показалось с шампиньончиками. Я не люблю с грибами. Мне нравится такой соус, но обычный, без грибов. Но я и этот, конечно же, буду есть. У него такой вот немножко привкус. Мандаринка. Да, действительно, мандарины. Корея просто есть. Еще и апельсины тоже маленькие. Выглядят как мандарины, но они апельсины. Потому что здесь рядом Китай, и продукты могут быть достаточно непредсказуемыми. Вот. Значит, филешечка без кожи. Филешечку без кожи я просто обожаю. Так. А как мне продукты показывают? Бубурить. Я справлюсь сидеть. Просто бубур сидит у меня на ногах. Вот. Здесь яйцо куриное уже... Это не уссурийское для нежной души. Это уже для больших порций яйцо куриное. Поглядим, поглядим, насколько должны быть большие яйца, чтобы было для больших порций. Вы знаете, яйца такой же размера, абсолютно такого же размера, как и для нежной души. Ничем не отличаются. Мне кажется, нашего брата дурят и кладут абсолютно одинаковые яйца в разные упаковки. Вот ты пришел и смотришь, так, мне для больших порций. Ага. А тещи для нежной души. Вот возьму. Вот. Понимаете, о чем я, да? Вот. Так. Дальше. Смотрим, что у нас здесь. У нас здесь зелень свежая. Ассорти из этой зелени. Я так понимаю, здесь у нас петрушка. Здесь у нас лук и укроп. Из всей этой зелени. Мой фаворит, это, конечно же, укроп. На втором месте лук, но на третьем петрушка. Вот. Больше всего я люблю укроп. Я его просто обожаю. Вот. Зелень выглядит нормально, свежо. Потому что иногда смотришь, а там фигня какая-то на послемасле. Вот хлебушек. Теперь у нас очень много хлеба дома. Вы видели, сколько мы сегодня взяли в самом деле хлеба. Поэтому теперь у нас много хлеба. Так. Шоколад воздушный. Молочный шоколад. Я его очень люблю. И Дамир его очень любит. Вот. Так. Дальше смотрим. А здесь у нас селедка, наверное, да? Да? Сельдь, кусочки. Матья. Матья в масле. Вот. Неплохая селедка, но я уже как-то убила. Вот такие вот йогурты. Чудо. Легкий йогурт. Клубника-земляника. Вкус. В общем, вот такие вот йогурты. Здесь у нас пражская колбаска. Я не знаю. Она мне не внушает доверия. Она достаточно такая. Она похожа на такую колбаску, какую я не люблю. Но будем надеяться, что мне будет вкусно. Я в основном покупаю колбасу, которой я очень уверена. Либо это Дымов, либо это, скорее всего, Ратимир. Если я покупаю колбасу, которая какой-то другой фирмы, то чаще всего это Нарезка. Потому что так я хотя бы вижу, какая она. И могу на вскидку сказать, буду я ее есть или не буду я ее есть. Поэтому я либо беру Нарезку, либо Дымов, либо Ратимир. Доскать колбика. Да, в Донецке когда-то был. Ну, а здесь, как и всем товарищам, трудящимся на вредной работе, очень много молока. Вот. Здесь очень много молока. Здесь, скорее всего, около 15 пакетов молока. Ну, пакетов, коробочек маленьких. Вот. В общем, какие-то такие покупки у Владимира сегодня. Мне очень хреново, мне очень плохо. У меня уже который день жуткая мигрень. И, скорее всего, это из-за заложенного носа. В общем, относитесь к своим близким, в особенности к детям, по-человечески. Относитесь к ним меньше, на них орите. Вот. Не надо быть такими плохими людьми. Вот. Не надо так кричать. Все. Пока-пока. Будет терпимее. Поймите, что от осинки не родятся апельсинки. Будет терпимее. Вот. До новых встреч. До новых встреч.